Всем привет! Перед вами сражение против мастера стратегии Брокос. Играли вместе с трефом. Я зеленый треф, фиолетовый мастер, красный, Брокос, желтый. Вроде бы так все. Итак, сбор контейнеров. Контейнеры меня чуть-чуть накосячил, собрал не так-то много. Противник, который находится напротив меня, желтый Брокос, то есть мне будет довольно тяжело играть. 26 ранг, более сильный аккаунт, больше карт-умений и очень хороший игрок. Соответственно, я понимаю, что тут будет очень тяжело. Сообщаю об этом моему противнику. Принял я решение, ну точно так же, как он идет в ЕГХАМ. Я собираю ЕГХАМ и дальше, вроде как тут я его отогнал. Дальше подумал, почему бы не перейти в прессинг. Так, собственно, отправляюсь в атаку. Здесь видим, я заезжаю на холм. Мой противник едет на холм, заезжать вроде как не планирует. Я тут немножко по нему еще пробил, пока он едет. И принимаю решение идти в размен. Как оказалось, не самое лучшее, не самое грамотное решение. Ну, собственно, 26 ранг, более крепкие здания, более крепкие юниты, больше карт-умений. И, в общем, идти с ним в размен было довольно опрометчиво с моей стороны. Тут у меня маленький отряд остается, которым я понимаю, что вряд ли что-то сделаю. Тут я пытаюсь ему как-то заводы покромсать, заехать. Один завод я ему вынес. Сейчас буду пробивать еще один завод. И в надежде как-то еще третий добить было бы неплохо. Хотел бы завод хамов ему вынести, но вроде как не хватает. Тут мою базу уже добивают. Тут мне не хватает жизни. Я уворачиваюсь как могу от юнитов противника. Пытаюсь пробивать ему завод хамов. Тут я включил экстренные меры, чтобы меня еще один як выехал. Однако тут я принял решение все-таки пробивать завод противнику. Поэтому переключился на голд-атаку, и мне чуть-чуть не хватило. Смотрим, что тут у моего союзника. Он сражается с красным игроком. Тут трудно сказать, что происходит. У обеих много тумана. Мой союзник терпит все-таки небольшие потери. Его противник растянул два тумана. Вот уже опять съехались. В общем, тут катаются. Непонятно, что вообще происходит. Просто туманами воюют. И этим временем у меня осталось три яга. Сейчас выезжает четвертый. Я включил экстренные меры, чтобы было четыре яга. Ну и буду по мере сил помогать своему союзнику. По факту он остался один против двоих. У меня нет возможности там ДЗК сделать. Я пробиваю куда могу. Постоянно меняю цели. Как можно больше покромсать противника. Я ему немножко сбил производство. Однако этого, ну, пожалуй, недостаточно. Я просто сбил ему производство. Он вынес мне целую базу. Так себе размен, честно говоря. Поэтому я, в принципе, понял, что идти с ним в размен было явно плохой идеей. Тут у меня пех спалил, что мой противник выдвигается меня добивать. Соответственно, я отправляюсь на холм, куда поехал вторым своим отрядом. Хотел пробивать моего союзника. Тут неприкрытый фланг. И еду спасать союзника. По мере возможности ему помочь. Он тем временем кружит туманом. Пытается закружить красному голову. Тут я разложился, отогнал чуть-чуть желтого. Ну и тут видим, и без меня справился. В общем, я пока стою на месте, жду, вдруг он опять поедет. Никаких активных действий не предпринимаю. Жду. Понимаю, что ничего не намечается вроде. Можно отправляться в атаку, помогать союзнику. Я все еще без базы. Отстраивать ее не рискую, потому что не знаю, что там у него есть. Отправляемся прессовать. Мой союзник фиолетовый прессанул красного. Хорошо этот прессанул. И заехал в тыл желтому. Добивает завод хамов. То, чего не смог сделать я. Смог сделать треф. Ну, тем временем прессую желтого с другой стороны. Он такого тоже, судя по всему, не ожидал. У меня все-таки отряд, пускай маленький, но гордый. Он все еще есть, и он все еще в бою. Это значит, что шансы на победу пока еще есть. Хотя, чисто теоретически, но они есть. Сбиваем производство. В общем, противникам нашим выношу еще один завод. Желтый опять толком без производства. Ну, и тут отступаем. Пора отступать, потому что могут быть довольно серьезные потери. Тут еще вроде даже убили кого-то по ходу дела. Ах, тут прекрасно еще хамелеоны сели. Вот это сыграло злую шутку. Ну, сейчас очень многие игроки включают там сразу по несколько туманов, чтобы было труднее выбить их. Но если у тебя остаются юниты живые, то есть хамелеоны живые, заряженные, то можно просто дождаться, пока у противника эти хамы сядут. Им придется отступать. Вот сейчас я отстраиваю штаб. Отправляюсь атаковать его с другой стороны моего противника. Союзник мой опять прессует красного. Желтый пока в ауте. Отходит от нокдауна. Тут тем временем то ли красный, то ли желтый прессует трефа. Он тут сражается как лев просто. Мой второй отряд, ой, единственный отряд, точнее, заезжает с холма прессовать желтого. Ну, а треф прессует красного. Вот вроде как отбивается потихоньку. Судя по всему, противника уже не так много ягов осталось. Ну, опять же, видим, включил два тумана. Рано или поздно эти туманы сядут. Тут я немножко прессую противника, пока сопротивления не встречаю. Ну, вот противник отступает. Судя по всему, один хам у него уже вроде сел, потому что он куда-то его отводит. Вот сейчас он отступает. А тут стрекозой светит треф его. Тут треф в тыл заехал, залетел, точнее, стрекозой. Еще небольшой отряд снизу прессует. Я тут отступил, меня отогнали. Базу отстроить я не могу. Уже прошло пять минут. Буст реконструкции не работают. Надо было рискнуть, наверное, все-таки отстроиться раньше. Желтый сейчас выезжает. Хотел напарником его прессынуть. Оголил тут тыл. Ну, и немножко встрял, можно так сказать. Пехов я ему убил. Ну, это по мелочи, однако. Я его тормознул. Это уже хорошо. Сейчас мой союзник будет заезжать к нему с другого фланга. Будем брать его в клещи. Сейчас я отступаю. Тут потерял одного яга. Чуть неаккуратно сыграл. Мой отряд все еще живой. Уже 15 минут почти, как я, без базы. Не 15, минут 10 без базы. Тут мой союзник выбивает заводы опять. Опять желтый в нокдауне, без производства. Собственно, какие красные в нокдауне, они так по очереди. В нокдаун падают, встают. Трафик опять бьет. Он тут опять нарвался. Выехал. Я отступил, естественно. У меня три яга. Что, их терять буду, что ли? Не очень умное было бы решение. Просто максимально аккуратно надо. Поэтому опять еду на красного. Меняю цель. Союзник мой опять выбивает заводы противнику. Тут поехал желтый бить мою базу. Снова. Никогда такого не было. И вот опять. Но на этот раз желтый уже и без своей базы остался. Тут и красный уже без базы остался. Я тут добиваю красного. А мой союзник добивает желтого. Ну, такой был довольно оригинальный. Динамичный. Короче, прям вообще нежданчик. Но это был очень интересный бой. Довольно интересно было. Скажем так. Надеюсь, вам тоже бой понравился. Вот. Всем спасибо за просмотр. Играйте эго хамом. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.